как мы поехали банкок мы нашли билеты на авиасейлз за 37000 на двоих это было 20 февраля и уехали в банкок решение принимали в течение двух дней сидя в алмате день подумали смотрим второй день еще цена есть и уехали а что мы с собой брали и что и вообще вот ты уже сколько мы уже с тобой путешествуем полгода можно дать советы что с собой брать а что брать собой не стоит или ну что были какие-то ошибки которые мы делали которые можно не допускать ну каких вещей в итоге как я считаю что можно было взять такой куртку до куртку мы зимой кстати ехали поэтому не ну подожди я тяга то есть куртку стоит брать или когда если я же говорю о нашем опыте мы ехали феврале ну то есть если брать куртку то она должна максимально легкой у нас пуховичок получается да и чем он удобен получается ты в самолете если хотя там разумом на замерзли здесь как-то было комфортно но куртка еще спасает когда вы едете в автобусах когда к там кондиционеры фигач то есть если вы едете из бангкока на пхукет на автобусе вы по дороге можете замерзнуть без теплых вещей но куртка больше не от дождя для тепла да мы полгода уже путешествуем и даже дождевиком не пользовались ни разу то что куртка дождя я думаю нафиг не нужно говорить ну я не знаю как там другое но нам да мы попадали подошло что зашел постоял прошел да еще да и потом жарко да даже если ты немножко намок то есть такую жару это даже классно вот точно что должна взять женщина я скажу что должен быть мужчина в футболку в форте они ехать лучше в штанах вот и в какой-нибудь этой как ее зовут с рукавом с длинным рукавом в кофте ну типа там толсток такой вот ну не особо толстая сколько комплект я все думаю что наверно всего лишь там сменная да да все остальное можно купить просто и в бангкоке где угодно здесь и лучше и дешевле но зубную пасту мыло брать это с собой не нужно вот там а мы брали с собой и зубная щетка потому что она у нас электрическая у нас две насадки для для меня и для нее соответственно и одна щетка электрическая просто удобно а как она насчет она это как называть сокос 3 там да она это как это называется ультра звуковая или просто звуковая ну прикольная штука триммер philips брали со сменными лезвиями тоже так же как сокос можно менять удобно то есть у нас на двоих одна ручка грубо говоря два лезвия но это самый лучший триммер вот этот филипс он похож да он похож на бритву зелененький его нигде не дал заряжается от розетки также там аккумулятор стоит и зубная щетка также удобно в принципе нисколько не пожалелся мы с тобой взяли удобная вещь а ну соответственно что ведет бизнес онлайн обязательно конечно ноутбук а кстати банки нам нужны были повар банки мы пользуемся зарядки у нас на не а если именно вот по женским штукам все еще кроссовки тапки сколько чего брать в ботинки ботинки нафиг не нужно не въехала только в кроссовках ты говори примерно сколько количество примерно количество как придумаешь как ты считаешь вот и исходя из твоего опыта сколько нужно брать девушки чего которые и еще раз говорю одно сменный комплект нижнего белья остального можно докупить например еще один комплект можно докупить две футболки одну на себе другую сменную тоже я бы еще наверно докупил одну шоку и все шорты одни с собой шорты короткие длинные докупила это понятно просто что что брать и купить то можно что угодно здесь понятно по приезду ты хотела бы купить кстати а ты бы взяла просто шорт или плавательные все таки шорт понятно а еще что а вот про обувь в итоге получается одни кроссовки то есть просто в одни кроссовка вы поехали да если здесь брать тапки лучше брать с носом да тапки да потому что что-то как-то запинаешься к сожалению да поверхности много неровно и можно часто отбить себе пальцы поэтому лучше закрытую обувь брать ну тапки с носом закрытым какие пенки такие взять пенис ну тут их продают на дождь муглу поэтому можно душку пить по носить и выкинуть вот мне тапки когда первых хватило на два месяца регулярно сейчас эти уже тоже после двух месяцев подходит конкурс так хорошо а еще сколько сумок рюкзаков вот именно для женщины ну блин это зависит от ручной клади вот обычно по нормальному разрешают брать с собой личную вещь какую-то и и ручную кладь то есть нужно размеры рюкзачка под ручную кладь ну да 150 до 57 или до 56 по моему сантиметров 53 там везде по-разному я видел 53 ну я видела короче у всех разные стандарты есть 53 на 23 там на 32 что такое надо смотреть уже конкрет какой компании вы полетите но я бы у среднего под все под большинство компаний лучше чуть поменьше чуть чем чуть побольше возможно у меня побольше но если что пока что короче дело в том что просто лучше взять с собой мало ну и смотря на сколько возле потому что летите ну во первых здесь не так в бангкоке если брать то вещи достаточно можно недорого купить совсем-то ну футбол-то 250 рублей лучше эти вещи купить здесь их относить и их выбросить если опять будете лететь это в принципе наверное можно говорить а вообще об Азии не только о бангкоке в принципе и во Вьетнаме можно купить я не знаю где здесь докупить здесь мне вещи никакие не нравятся если честно докупить там можно но во Вьетнаме вот например в Минчанге на рынке шорты были 500 рублей ну то есть уже не дешево сколько понятно ну да мы все таки о бюджете мы говорим в варианте потому что мы все бюджетно если брать в Бангкок то если лететь в Бангкок и там будет несколько дней то лучше конечно купить все там и наверное лететь тогда уже в Бангкок а оттуда уже куда угодно ну да потому что там можно и купить себе что-то а вообще по мне так кажется что из обуви достаточно одни красотки и одни тапки вообще одни штаны и то для перевода скорее всего кстати а штаны действительно нужны ли? ну я в Бангкоке ходила в штаны сейчас мне столько жарко что уже но штаны лучше тогда брать вот мне кажется вот те тонкие штанишки которые просто закрывают там грубо говоря от комаров и еще что то да то есть не теплые штаны не джинсы не брюки а такие тоненькие какие-нибудь но плотненькие которые могут спасти от кондиционера когда на вас дует чтобы ноги сильно не мерзли уберечь от если вы загорели чтобы скрыть загар наверное ну чтобы они были легкие у нас двое штанов получается они легко сохнут то есть их намочить они на солнце очень быстро высохнут синтетические в докаблоне мы брали то есть они почти ничего не весят это плюс то есть нам надо если все адаптировать по ручному платью подручную то получается все должно быть максимально легкое и обувь кожаная она тяжелая поэтому лучше брать легкую обувь ну так вот по мне хотел купить в Бангкоке там пару куполок одни шорты и одни шорты собирать с собой можно какое-то платье и тапки вот это все можно там купить ну я не знаю максимум в тысячи за две ну вот это все ты имеешь весь комплект да больше и дешевле и купальник купить можно там если он нужен если там будет море там кота и штуки например кстати а еду надо с собой брать нет то мы с собой тогда что-то покупали мы ее прикол в том что мы взяли с собой еду мы ее там так и не ели мы прилетели в Бангкок и потом эту еду выбросили да в общем в самолете ну нам давали там еду там напитки и что-то покушать поэтому с собой ничего брать не надо это тоже лишний вес нафиг он не нужен а провозить можно по муму, жидкости до 100 миллилитров да чтобы емкость была 100 миллилитров не больше да и ты можешь несколько флакончик по 100 миллилитров да до литров а до литров потому что я тогда не понимал ну вот Дима там говорил да если это уже у тебя емкость на 150 литров то чтобы нельзя в общем должны быть маленькие флакончики хотя раньше вообще жидкость хорошо а лосьоны там вот это еще таблетки стоящего от загара нужно ли с собой брать крема индивидуальный ты типа там какой-нибудь асматик а гормоны витамины d вот мы с тобой с трудом его да так и не нашли какой мы витамин d так и не нашли на пакете витамин d он и 3 как он 9 но только чтобы и не содержала никаких наркотических вещей потому что там с этим строго может быть И от отравления. Я бы все-таки взяла с собой случайно, но мало ли в самолете там окрываются или что-то. Ты имеешь в виду от отравления что? Активированный уголь что ли? Активированный уголь, да. Или экстрирол там, если делать. Ну такие вот, для первой помощи я бы с собой все-таки взяла. Небольшое количество, чтоб на хватило. А так можно будет купить. Купили из уголь и активировались еще. И я без поля, потому что так легкие. Так. Получается подальше. Хорошо. А получается все, да? Что еще? Футболки, рубашки, никакие брать не надо. Куртку мы посмотрели. Ну я думала, что мне там в руководце купить можно тоже. Кстати, а вот украшения с собой? Ты же с собой брала какие-то? Я брала, но можно только что на себе. Ну то есть набирать нет смысла, наверное, да? Потому что здесь еще и купить можно будет потом. Я думаю, проще взять с собой венец. Две тысячи рублей, две с половиной, допустим. Мне тут все недорогое купить. Это носить, носить. Ну и, кстати, взять с собой не рубли лучше, а доллары. Доллары можно купить спокойно в Казахстане за рубли. Ох, смотри еще. Хочет вкусить явно. Так, а кстати, а шапки какие-то надо брать? Ну вот я взяла кепку, да. Да. А она нафиг особо не нужна. Я не носила, да. Вот сколько? Я не вижу смысла вообще в кепке и в шапке. Мне очень голова. Да, здесь так жарко. Если уж понадобится, вы здесь ее можете купить. Здесь все равно, в принципе, дешевле. С собой лучше не таскать. Чем меньше возьмете вещей, тем лучше же для вас, да? Потом это все оборудование таскать. Вот мы недавно взвешивали у нас рюкзаки. Вот спустя полгода мы еще что-то докупали. У нас, получается, у нее рюкзак... Сколько тебе? Одиннадцать килограмм, да, вышел? А у меня рюкзак шестнадцать. А, не, пятнадцать. Двадцать шесть килограмм на двоих у нас уже перевес. Нам надо будет выбрасывать что-то, чтобы поехать с ручной кладью. Вот мы еще здесь купили рюкзак. Все-таки мы, потому что взяли изначально один рюкзак под ручную кладь, а второй маленький рюкзак. Вот его нам стало мало. Поэтому мы купили побольше, но тоже под ручную кладь. У нас тут был меньше. Как-то переходить надо, а тут пробегать. Сейчас перейдем. Так. А получается, вот если для мужчины, да, с точки зрения моей, что надо брать для меня... Я тоже взял, сколько это? Две-три футболки, да? Две-три футболки, да? Две-три футболки, да? Две-три футболки, наверное, столько же трусов, да, где-то, наверное, ниже белья этого. Ну, да, трусов можно три, какой-то там. Носки, так как я тапки ношу, я носки почти не ношу. Можно одни-двое носоков максимум. Даже одни. Даже одни, мне кажется. Все равно в Бангкоке можно купить, поэтому можно вообще ехать даже с басой ногой. Смотря в чем. Смотря как в красоте. Да, если в красотке, то лучше, наверное, все-таки одну пару носков взять. Шапка точно не нужна, мы ее хоть и купили, я ее все равно потерял. И, в принципе, я ей не пользуюсь. Кстати, а очки бы ты брала или не брала? Очки, да, либо купила здесь. Я купила здесь, и ты купила здесь. Мы купили здесь, поэтому очки можно тоже не брать. Мы с собой еще брали. Я думаю, что можно взять очки, потому что очки делают такое, когда ты купишь вниз вверх. Может, все тебе не понравится. Ну да. Так что если есть очки, то можно взять. Так, а еще что? Плавки. Вот, кстати, с плавками. Вот у меня были короткие плавки, они не очень удобные. Лучше шорты для купания. В них можно гулять, потому что жарко, и ходить, плавать периодически. Потому что жарко, можно опять прийти и опять поплавать. То есть шорты – это идеально. Ну, я не знаю. А женщине, если есть купальник, который идеально ее удобен, наверно, лучше сексу. Кстати, надо брать шорты и купальник такие, которые не будут забиваться песком. Потому что, когда купаешься, песок забивается в эти вещи, и потом они станут тяжелые, и ты ходишь с этим песком. У меня в шортах до сих пор песок болтается. Это значит без дополнительных подкладок. Чем проще, тем лучше. И так, чтобы он, наверное, не слетал, да? У тебя же два купальника, и один в итоге невозможно. Волны из него сбивают, в общем. Хорошо. Ну, а это те, кто едет на море. Ну, по идее, просто в Бангкок ехать тоже, наверное, не прикольно. Все равно на море. В Бангкок ехать. В Бангкок ехать, а потом хватает. Так, а что еще? Так. Получается… А, кстати, вот по поводу трусов. Вот мы ходим очень много, и периодически натирает. Вот выше бедра, по внутренней стороне, там натирает. А особенно, когда искупался, там эта соль натирает, начинает все сжечь, и очень неприятно. Мы ходим очень много. Поэтому лучше брать такие трусы, которые будут предотвращать натирание кожи друг от друга, чтобы они не терлись. Ну, типа таких семейников, чтобы они обтягивающие, может быть, были синтетические. Купили открытку посткарт с фотографией моста красивых, в которую мы так-то не попадем. И все нам вышло, получается, 43 тысячи. Это послать письмо в Россию. В рублях это сколько, 146? 164. 164 рубля, получается, чтобы послать открытку в Россию отсюда. Ну, единственное, жалко, что тут нет открыток в Россию, только в Россию. В Пушевине вообще очень красиво открыток. Понятно. Я хотел продолжить ту тему, которую начал. И, получается, что касается с собой брать еще что. Я бы взял одни кроссовки и либо тапки взял, либо купил здесь. Ну, наверное, бы поехал в одни кроссовки, потому что тапки здесь навалом. Можно купить в Бангкоке или где угодно в Вьетнаме. Хотя я купил их в Малайзии, потому что ждал, искал все. В основном тапки везде валяются, поэтому это не проблема. Можно брать только кроссовки с собой. Соответственно, рюкзачок тоже под ручную кладь. Причем желательно рюкзак, конечно, брать больше. Но вот идеальный вариант, который я бы хотел найти и купить такой, это чтобы он мог из большого превращаться в маленький рюкзак. То есть, грубо говоря, вы с ручной кладью заходите, он у вас складывается там снизу и сверху. Потом вы здесь затариваетесь всякими шмотками, он у вас вырастает в разы. И если вы здесь выбираете самолет с багажом, то вы с этим багажем и уедете. Потому что отсюда хочется больше увезти, чем сюда привезти. То есть сюда надо лететь в Азию с маленьким количеством вещей, а обратно уже можно затариться по полной. Но купить здесь все чего надо. Здесь и телефоны дешевле, вот в Бангкоке. Я сравнил, хотя в Малайзии купил. А в Бангкоке еще получается дешевле. То есть технику там, я не знаю еще что. Ноутбук свой прокачать можно. Так, а что еще брать? По сути, мы говорили, да, что, грубо говоря, трое трусов. Кстати, трусы, вот то что я сказал, лучше брать все трусы, которые имеют возможность, чтобы вас не натирало между ногами. Потому что, если вы часто ходите, все время это все потеет, начинает кожа прилипать друг к другу и натираться быстро. Ну, я нашел вот идеальный вариант. Это какие-то широкие штаны, боксерки они называются. Или как-то еще не штаны, а трусы. Широкие, как шорты. Вот. В них можно больше ходить и проблем не испытывать. Ну, зубная щетка у нас получается одна на двоих. Бритва тоже одна на двоих. А что еще? Я, может, что-то забыл еще. Что еще надо? Одни кроссовки. А, штаны, соответственно, тонкие, тоже легкие. Куртку, но я взял безрукавку. Хотя изначально я купил тоже. Но куртку надо брать чисто для тепла. Такой пуховик для дождя брать не надо. Я не знаю. Как-то с дождями нам все время везло. Хотя мы не под них попадали, но даже не пользовались никакими дождевиками. Поэтому дождевой куртки точно здесь не нужно брать. Хотя если она легкая и при этом она еще и как пуховик, то можно ее тогда и взять. Ну и все. Я почти ничем. Я почти... Что мне? Главное, чтобы зарядка была для телефона, для ноутбук. Можешь еще подскажешь, что мне еще надо было брать? Ну я специально, наверное, если есть возможность, если есть у человека реально купальник с собой, ну либо шорты классные, их лучше взять, потому что купить их сложнее будет. Именно такой, который нравится. А, ну да, это для прихотливых лучше с собой, для неприхотливых, соответственно, можно все покупать здесь. Я купил здесь шорты и доволен. В принципе, и выбор здесь есть. Вот. Так, а что еще? Деньги, доллары... А, кстати, а сколько мы реально уже шесть месяцев, пять месяцев живем? Почти пять. Почти пять месяцев прошло. Сколько мы денег потратили долларов? И сколько мы с собой, кстати, брали? Брали. Семь тысяч? Семь тысяч. Мы брали на двоих семь тысяч долларов. Оставалось потом две тысячи налички. То есть мы потратили в районе пяти тысяч долларов налички, и, в общем, мы потратили в районе пяти тысяч долларов за пять месяцев. Один месяц, грубо говоря, тысячи долларов, да? Да, но вы еще потратили тысячу долларов с карточки. С одной и с второй или только с одной? Ну, нет. Ну, с одной и со бронированием жилья и так далее. А со второй и телефон. А, ну, телефон. Ну, это можно не считать. Чисто вот на жизнь покупки это понятно. Да, у нас было еще по тысяче долларов на карточки. И, соответственно, с карточки, которая виза, удобнее всего бронировать жилье. Поэтому по возможности, если есть возможность попасть в страны, типа, там, в Казахстан и там оформить карточку, правда, не везде оформляют, это было бы, конечно, удобно. Потому что это удобнее даже, чем платить наличкой. И большинство. И большинство. И большинство. Агоды сложно оплатить наличка большинству отелей. Да, мы пользовались Агодой. Это приложение. Агода называется. Приложение, может, не совсем корректно работает. Много чего там подводных камней есть. Но, по нашему опыту, это дешевле получается, чем Booking.com, да, и чем другие. Вообще, по-моему, самое дешевое это получается в Агоде. Хотя там есть такая система, когда тебе пишут, там, грубо говоря, 300 долларов, а когда ты начинаешь бронировать, он там еще сразу прибавляет к этой сумме, точнее, не 300 долларов, а 300 там донгов, он еще к этой сумме прибавляет там налоги, какие-то комиссии. Поэтому цену всегда надо определять в Агоде не потому, что предлагают, а потому, когда уже будешь бронировать, и реально вот вылезает сумма там за столько дней, вот ее надо разделить, и тогда будет понятно все-таки, сколько ты заплатишь. Потому что поначалу это непривычно и неудобно. О, сколько такие стоят? Hello, and how much? 15. А мы тогда почему брать? 15. Хочешь, можно взять какую-нибудь? Вот это. Okay, this one. Карточки желательно брать, но я стараюсь ее на двоих брать. То есть мы карточки две оформили, закинули деньги и туда, и туда, мы вот Freedom Finance оформляли карты. И там, если вы доллары в Казахстане покупаете на Freedom Finance, вы можете положить без комиссии деньги. А здесь потом пользоваться. И, кстати, есть еще такая хитрость у Freedom Finance, что когда вы оплачиваете, к примеру, долларами, не, не долларами, к примеру, вы оплачиваете, там какая вот валюта мы влетели, ты помнишь, комиссию он нам заплатил? Он автоматически предлагает, так как карточки из Казахстана, он предлагает платить в тенге. У них свой курс. То есть он что делает? Он переводит тенге в доллары? А, нет, получается так, что ваши карточки доллары, он переводит их в тенге или переводит в другую валюту, а потом платишь, и в итоге комиссия за переводы, да, большая? Я не помню. Мы где-то 1200 заплатили за этот дурацкий перевод. Только из-за того, что там была казахстанская тенге. То есть мы заплатили не в долларах, а в тенге. А были у нас на карточке доллары. Он взял нам и перевел в тенге. И за это содрал комиссию. А там двойная конвертация. То он взял доллар и перевел в тенге, что ли? Да. А оплатил он. Двойная конвертация получается. То есть он перевел в тенге. А он взял в тенге и нам поплатил. Потому что там указывается в двух местах. Когда на годе платишь, там есть оплата. Отображаются цены и в чем оплачиваешь. Вот надо, чтобы и отображали цены, и в чем оплачивались. Они были одинаковые. И эта штука постоянно слетает. И, соответственно, получилось так, что мы цену видим в долларах. Нажимаем оплатить. А в итоге оплатили тенге. И что он сделал? Он взял доллар и конвертировал в тенге. А тенге перевел в доллары. Какую-то он сделал дурацкую штуку. Короче, мы за эту комиссию, за то, что забронировать один отель, мы заплатили 1200 рублей примерно. Да, посчитали? Я не помню. Ну, в общем, грубо говоря, обломались очень сильно. И чтобы такого не допускать, нужно платить той валютой, которой нету у Freedom Finance. И как раз у них нету расчетов в батах. И в батах оказалось платить выгоднее всего. Потому что, когда у них нету конвертации своей, они нам тогда объяснили, что если у нас нет вот той валюты, которую вы хотите конвертировать, то конвертация происходит по курсу уже не Freedom Finance, а у нее невыгодный курс конвертации, а по курсу MasterCard, да, или VisaCard. А, соответственно, это уже более выгодно. Кстати, а у нас MasterCard или Visa? А, значит, не Visa, а у нас MasterCard. И, соответственно, когда по курсу MasterCard, там меньше снимают комиссии, и вам выгоднее получается. Надеюсь, я понятно объясню. Итого, получается, с собой надо на карточке иметь по 1000 долларов каждому и наличкой. На двоих, смотря сколько вы едете, на месяц получается 1000 долларов, да, наверное, на человека. На двоих. То есть, если, грубо говоря, я еду на месяц, мне надо иметь две карточки. Я бы лучше взяла 1500 долларов. Всякий случай лучше. Хорошо, скажи, на сколько человек, сколько и на месяц. Долларов, Маш, по 800, я кинула. На карточку, да? То есть, если вы собираетесь путешествовать месяц, получается, вам нужно на карточке иметь долларов по 800 каждому запасу. Нет, я вообще не могу. А, то есть, тогда по 400 каждому, да? То есть, если вы собираетесь путешествовать примерно месяц, то есть, наша рекомендация, это брать, значит, с собой... 400, каждому по 400 долларов. Да, то есть, если у вас две карточки в идеале, к примеру, Freedom Finance, которые можно будет расплачивать в вашем мире, вы на каждую карточку заводите по 400 долларов. В отделении Freedom Finance в Казахстане, вы можете положить деньги без комиссии. Вот. И получается с собой налички... Сколько надо ждать? Нет, тысяча. Ну, ты как-то совсем притыкнет? Ну, смотри, по 800 долларов. Ну, 1600. Ну, 1800. А, да, 1600. То есть, это нормально, да? В принципе, вот так вот. Ну, ладно. То есть, получается у вас на карточке... Лучше, конечно, может быть, побольше по 1800, чтобы было. А если непредвиденное обстоятельство? Тогда 2000. Ну, если брать по... Если брать по минимуму, то получается 400 на одной карточке долларов, 400 на другой карточке, если на двоих рассчитывать, и 800 долларов в кармане кэша. Налички долларов. Если брать немножко с запасом, потому что ситуации разные бывают, то, наверное, я бы брал по 500 долларов на каждой карточке и тысячу. Да? Налички. Налички долларов. Этого достаточно будет на месяц. Это будет 2000 долларов. Да, получается 2000 долларов. Грубо говоря, на одного человека 1000 долларов. Вау. Вау. Если как бы жить более-менее бюджетно кушать, ну, мы их не сказать, говорим, что мы бюджетно кушаем. Да. Но мы сильно безысков, мы всяких там омаров, там, вот это все не едим. Да, вот это мы не ели. И на мотоцикле мы не ездим. Ну, из расчета примерно 3000 с копееками, но 3000 как-то стараемся. Ну, мы с тобой считали, у нас где-то 2500-3000, да, в день уходит еды, рублей. Точнее, на еды и на проживание, ну, все мы тогда считали. 3000 сейчас. 3000 сейчас? Ну, вот в едами, во Вьетнаме, в Дананге, получается… Да, у нас с тренем всегда выходило 3000. Чуть меньше на 200 рублей, чуть больше. Ну, короче, как ни крути, 3000 рублей уходит в день. Двое. Это с едой, с проживанием, но двоих. Проживание мы тоже из чего-то этого самого. Да, проживание тоже стараемся подешевле. Ну, чтоб там были условия, чтобы находиться лет, был пайк, душ. Так, получается, что, в общем, если люди полетели… А, ну, отели, наверное, все-таки заранее, да, бронировать? Да, я думаю, да, потому что, ну, в море, что? Когда вы летите, соответственно, своим ходом, желательно бы забронировать на то число, когда вы прилетите, отель. Через Агоду это сделать достаточно просто. Заходите, ищите на Агоде, там, отель где-то в Бангкоке. Кстати, а где лучше выбирать отель? Ну, лучше, наверное, в центре, да, выбирать? Да, там где больше, куда хотите пойти больше. Да, где удобнее потом больше всего ходить. И, кстати, везде вы будете привязаны в основном к еде, правда? То есть желательно выбирать такие места, где еда хорошая. Короче, центральные какие-то места, и чтобы еда была недалеко. Так, ну и все, пожалуй, да? Ну, деньги обязательно, конечно, должны быть на непредвиденные обстоятельства, мало ли что может быть. Кстати, есть еще такая традиция. Нам ее рассказали в Казахстане, и мы с собой. В общем, когда ручную кладь-то наберете все вот это, возьмите с собой, купите шоколадки маленькие. Мы из Казахстана сколько мы так, штук 10 набрали, да? Вы, когда будете общаться с людьми, вы им просто угощаете их. Это их как бы располагает, и вам хорошо, и им хорошо, и стоит это недорого. То есть берите с собой подарки. Шоколад хорошо подходит. Но он может быстро растаять, да? Да. Ну, у нас как-то он вроде и не растаял быстро. Конечно, шоколад. Растаяла? Ну, она с собой, потому что носилась. Ясно. Кстати, надо еще учитывать, в какое время вы прилетите. Потому что некоторые отели, когда вы будете выбирать в агоде или в другом месте, они принимают не с самого утра. То есть вам надо где-то перекантоваться. Если вы прилетели, вас привезли, а заселить вас еще пока не могут. Где-то заселяют с 12, где-то круглосуточно, где-то с 2 часов. А где-то еще заселяют до определенного времени, например, до 6 часов. А, да, вот еще подстава бывает. На Краве. А, на Краве, по-моему, они даже, не помню, сколько работают. Это 9 или 8. Но если ты приедешь в 10, там уже с какой-то открытой. Да, вот это подстава. А как она решается, я так и не понял. Как-то надо сидеть, ждать, стучать, там писать им. Ну, они просто открываются. Да, вот это подстава, можно с ней столкнуться. Вот. То есть, есть отели, которые только до определенного времени вас заселяют. А дальше все, они исчезают. То есть, есть лимиты. Вот если вы в него не вписываетесь, то, может, и не надо такой отель выбирать. И, кстати, мы как делали? Мы брали отель. Вот как-то и сейчас из своего опыта исходить. Все-таки на сколько дней брать сразу отель? Когда первый раз приезжаешь в город? День, два, пять, десять. Наверное, дня четыре. Да. То есть, вы можете забронировать дня на четыре? Потому что два дня у вас все равно на адаптацию, да, вы делаете? Пока, да. Адаптация. Вот, два дня на адаптацию, пока вы там найдете еще что-то, если вы собираетесь в другое место лететь. Ну, как бы, среднее число четыре. На четыре дня вы бронируете, и все. А дальше вы можете договориться уже наличкой с хозяином. Можно скидку? Да, и можно скидку уже попросить, что вот мы остаемся еще на побольше, можно скидочку. Там опять это сирень, или не сирень, как это? Потому что, может быть, там что-то не понравится, как-то плохое, там ремонт какой-нибудь городский. Да, подстав всяких очень много. Да, но это надо вообще отдельную тему развивать. Это мы сейчас разговаривали о том, что надо взять и что можно учесть. Да. Да. Продолжение следует...